Тот случай, когда жизнь сама пишет сценарий. Спектакль «Сестры», показ которого прошел в Самаре, основан на историях женщин, чьи судьбы вдохновляют и трогают до глубины души. Все они пережили трагедию, потеряв на полях сражений близких людей – мужа, сына или брата. Но они нашли в себе силы продолжать собирать гуманитарную помощь, проводить концерты для бойцов, поддерживать в них боевой дух. Все эти истории собрала и переложила в произведение Олеся Шигина, которая является фронтовым документалистом и постоянно фиксирует в своем творчестве этот след эпохи. Нужно понимать, что за каждым солдатом целая разветвленная ветка, сеть. И эта сеть маскировочная, защитная – это семья. Поэтому семья на службе Отечества, театр на службе Отечества, живопись на службе Отечества, кино и литература, сегодня будет на сцене вот в таком симбиозе, который, я надеюсь, откроет сердца людей. Есть такая строчка в моих стихах – «Мальчишки сняли с сердца балаклавы». И люди сегодня в зале тоже снимут с сердца балаклавы. На Самарскую премьеру спектакля приехали и женщины, чьи истории легли в основу музыкально-поэтического произведения. Они признаются, что, поделившись своей трагической историей, надеются помочь пережить горе и другим, а также увековечить через творчество имена своих героев. Наша, да, боль невосполнима, но мы должны гордиться, что они отдали жизнь за светлое мирное будущее. И вот когда я поехала туда после гибели Руслана, когда увидела этих детей, я поняла, благодаря них сохранилось столько жизни деток. Это, безусловно, посыл для всех тех, кто потеряла, может быть, ждет своих близких с войны. И было непросто, конечно, поделиться своей историей, но сейчас все встало на свои места. Уже был не один показ и отклик со стороны девочек, жен, невест огромный. Сопровождался спектакль выставкой картин проекта «Уголь земли русской», где были представлены портреты участников СВО. Проект реализуется при поддержке Фонда культурных инициатив. Показ в Самаре состоялся благодаря правительству региона и администрации областной столицы в рамках проведения парада памяти. Рассказ идет о матерях, рассказ идет о женах, о сестрах, которые умеют ждать, которые умеют любить, которые умеют вдохновлять, поддерживать, которые умеют обеспечивать настоящий тыл, которые умеют воспитывать этих героев, настоящих мальчишек. Зрителями спектакля стали ветераны и участники специальной военной операции вместе со своими семьями. Посмотреть премьеру смогли и участники парада памяти из разных регионов России, а также руководители филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества», которые в эти дни работают в региональной столице в рамках управленческой сессии. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.